Да здравствуй студенчество! В эфире долгожданный выпуск студенческих новостей Универ Ньюс. С тобой я, Аскар Галимов, сегодня в выпуске. Какой интересный замысел! Студенты-медики воплощают идеи в жизнь. О красоте и победе побеседовали на пресс-конференции. Студенты КФУ покоряют лыжные вершины. Все началось с идеи. Каждое открытие, любая наука и все, что нас окружает, когда-то было простым замыслом. Герой нашего следующего сюжета подсказывает будущим ученым, как реализовать задуманное в жизнь. Смотри и запоминай. Студентам и аспирантам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ выдалась уникальная возможность почувствовать себя учащимся американского вуза. Однако им не пришлось никуда уезжать. Для этого любому студенту достаточно посетить уникальный цикл лекций ведущего ученого Казанского научного центра Российской академии наук. Всю текущую неделю внимание младых медиков и биологов КФУ приковано к лектору университета Техас, который находится в США. Я считаю, что я приверженец оригинальных идей. И я считаю, что мое образование, которое я получил в России и работаю в Академии наук, это позволило мне осуществить все мои мечты в науке. То есть ни приборы, ничего не заменят оригинальных идей. Ученый уже рассказал своим служителям, как применить фундаментальную науку в медицине, раскрыл интересные подробности своего нового открытия и даже поделился, как можно применить столь любопытное открытие на практике. Моя лекция о том, как я вообще приверженец фундаментальной науке и как применять фундаментальную науку в своей внутренней медицине. Ну, мне поселилось сделать несколько открытий. Одно из открытий, о котором я буду рассказывать сегодня, это как липиды, уникальный молекул, помогают свернуться мембранным белкам. И как использовать эти открытия для того, чтобы сделать бактерии, например, чувствительным к антибиотикам, которые уже существуют. Как признается Михаил Богданов, он готов приложить максимум усилий, чтобы каждый студент Казанского федерального не только ощутил себя настоящим ученым, а уже в ближайшем будущем стал им. В какой момент ты можешь себя ощутить настоящим ученым? Когда ты имеешь предчувствие, вот это, живешь с этим предчувствием получения новых данных, новых открытий. Если у тебя есть это чувство, то ты должен идти на науке. Я хочу вам показать, что нужно ощутить, чтобы быть ученым, и показать, как нужно осуществлять свои идеи. Как твой путь, начиная от эксперимента до публикации, как нужно дойти до этого. А что касается студенческих оригинальных идей, то, скорее всего, способы их реализации наверняка уже известны нашему гостю Казанского университета. Аделя Шамилова, Ленардо Вольтьяров, Универ Ньюс. 24 января в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция с президентом общественной организации «Мисс Татарстан» и обладательницами титула «Мисс Татарстан-2017» Зульфия Шарафива и «Мисс Казань-2017» Камиле Харисовой. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. «Мисс Татарстан-2017» Зульфия Шарафеевой и «Мисс Казань-2017» Камиле Харисовой. В этот день прозвучали все самые интересующие вопросы журналистов, а девочки, в свою очередь, раскрыли свои маленькие секреты красоты, которые непременно каждый стоит попробовать применить в своей жизни. Безусловно, здоровый сон, это спорт, это может быть как тренажерный зал, это может быть йога, плавание. Сейчас столько возможностей у людей, что заниматься спортом, это должно быть часть нашего образа жизни, часть нашего ежедневного расписания. Конечно же, это здоровое питание. Я стараюсь готовить сама, это действительно важно в наше время, потому что продукты тоже бывают разные. И по себе я почувствовала то, как продукты могут сказываться не только на внешности, на фигуре, но еще и на внутреннем здоровье. Положительные эмоции, не расстраиваться, не по пустякам, не принимать все близко к сердцу. Особенно я много чего о себе, много не узнала по собственному конкурсу. Даже интересно, забавно это все читать. Вот такой негатив не принимает близко к сердцу. Не только о секретах красоты удалось поговорить представителям СМИ, собравшихся сегодня на пресс-конференции. Похвастаться идеальной фигурой, пожалуй, может любая женщина. Но только у одних она будет приближена к идеальным меркам 70-х годов, а у других на вкус известного фламандского живописца Питера Рубенса. Но лишь конкурс красоты на и ровнее с индустрией моды определяет современные рамки и тенденции, которые актуальны на данный момент. Да и пожалуй, не угасают уже со времен Одри Хэбберн и Твиги. Просто в том, что конкурс проводится вот в таком формате. То есть на сцене, на подиуме. И сцена, и подиум требуют некоторых стандартов, которые приближены к модельным стандартам. Они же не просто кто-то их придумал, эти цифры, рост определенный, объемы. И вот зафиксировали, теперь будем делать так. Нет. Это визуальная картинка, которая воспринимается наиболее адекватно через камеры, в зрительном зале и так далее. Стоит отметить, что прощающий республиканский конкурс стал девятнадцатым по счету. И в следующем году станет юбилейным. По словам Изольды Генривны, в следующем году зрителей, да и самих участник, ждет что-то грандиозное и фееричное. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. А теперь самые свежие новости из всемирной паутины. Что нового подготовил нам интернет сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. В татарстанский этап WorldSkills 2017 войдет новая компетенция – промышленный дизайн. Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатывают на 3D-принтере модели компьютерных столов. В Казани построят модульную лыжную базу. Лыжные базы появятся в Казани и нескольких районах республики. В новых комплексах будут базироваться спортшколы. Там же планируют проводить уроки физкультуры для обычных школ, соревнования и сдачу норм ГТО. В Китае за 10 секунд взорвали 19 многоэтажных домов. Завораживающие кадры разрушений, не сопровождающихся человеческими жертвами, сняли на видео в одной из центральных провинций Китая. Постройки, которые отдали под снос, сложились так быстро и синхронно, словно это были не бетонные здания, а карточные домики. Певица из набережных Челнов Алена Белалова строит карьеру вокалистки в Китае. Ее прозвали Сяо Булани, что в переводе означает «маленькая Бритни». Сама Алена характеризует себя как русскую певису, любящую путешествия, правильную еду и спорт. Планетарий Казанского федерального университета поздравляет всех студентов с наступающим днем российского студенчества Татьяниным днем. С 25 по 29 января студенты любого вуза страны могут посетить планетарий КФУ с 50% скидкой на билеты. Вас ждет увлекательная программа, интерактивная экскурсия, сферические фильмы, интересные астрономические лекции, ну а если повезет и небо в эти дни будет ясным, вы сможете принять участие в вечерних наблюдениях у телескопа. 22 января в доме Салет города Казани прошел очный этап премии «Студент года-2016» в номинации Гран-при. Самое активное участие в премии «Студент года-2016» приняли представители Казанского федерального университета. Подробно описал, какими качествами должен обладать «Студент года» Динар Валеев. У преподавателей, как и у студентов, есть своя университетская семья. Это коллеги по работе. Пройти очередную проверку на сплоченность своей семьи им предстояло на соревнованиях по волейболу в рамках спартакиады «Здоровье». ДИНАР Валеев. У преподавателей, как и у студентов, есть своя университетская семья. Это коллеги по работе. Пройти очередную проверку на сплоченность своей семьи им предстояло на спартакиаде профессорско-преподавательского состава «Здоровье». Очередные соревнования прошли по волейболу – одно из тех командных игр, где каждый игрок отвечает за другого. Кроме того, здесь необходима хорошая физическая форма и ловкость. К счастью, наши преподаватели могут похвастаться и этими качествами. В борьбе за третье место между набережной Челнинским институтом и Департаментом по молодежной политике и спорту и студенческим городком можно было заметить хорошую передачу мяча, блоки и пайпы, то есть своеобразные тактические комбинации. Показать свое мастерство преподавателям не помешала даже разница в возрасте, порой достигающей несколько десятков лет. С самого начала ветеранам удалось вырваться вперед со счетом 25-16 в первой партии и сохранить преимущество до конца встречи. По итогу третье место забрали набережные Челны. В финале соревнований встретились команды института. Золото фундаментальной медицины и биологии с кафедры физвоспитания и спорта. Преподаватели физкультуру показали лучшую игру за этот соревновательный день, одержав победу с явным преимуществом. Таким образом золото снова осталось ценах уникса. Мы к этому шли. Мы, так скажем, вчера боролись, сегодня боролись. В принципе, самое главное, что у нас все прошло без травм. Все команды у нас сыграли пять с плюсом. Народ массовый, заинтересованность большая. Ну, сильнейший победил на данный момент, на данном этапе. Наша команда была физически подготовлена к этому турниру. Поэтому заняли первое место. Анастасия Иванова, Роман Полинсков, Универньюз. Команда Казанского федерального университета достойно выступила на всероссийских соревнованиях среди студентов по лыжным гонкам на базе спортивно-оздоровительного центра «Ялта-Зай». Какие результаты спортсмены продемонстрировали, смотри прямо сейчас. С 15 по 23 января в Заянске на базе спортивно-оздоровительного центра «Ялта-Зай» прошли всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам. Программа соревнований включила в себя мужские и женские гонки на 5 и 10 километров классическим и свободным стилем – спринт и эстафету. В соревнованиях приняло участие 25 команд из вузов России. 22 января в мужской эстафете 4,10 километров команда в составе Ермилина, Виктора, доценка Данила, Салахова, Марата заняла первое место. Команда в составе Муравьевы, Жанны, Абрамовой, Екатерины и Мельниковой, Алены заняла первое место в женской эстафете 3,5 километров. В общем зачете команда Казанского федерального университета заняла первое место, опередив своих основных соперников. Ну, следовщик, отобрался у нас Николай Фардем, университет будет. А с студентами мы готовимся, у нас сейчас уже пересвут статарей будет. Ну, это для российского уровня, как мы заняли первое место, это высший уровень, они как бы являются спорными России среди студентов по высшим гонкам сборной команды КАФУ. Данные соревнования стали отбором сильнейших спортсменов-кандидатов на участие в 18-й всемирной зимней универсиаде 2017 года в Алматы. Получается, бегут эстафетные гонки среди девчонок 3 по 5 километров. Первый этап, значит, бегут классическим стилем, второй, третий этап бегут свободным стилем. У ребят, соответственно, четверо участвуют. Первых, два этапа они бегут классическим стилем, тридцать и четвертый этап бегут свободным стилем. И последнее соревнование, значит, бегут ребят 30 километров свободным стилем, а девчонки 15 километров. И в итоге у них получается как бы шесть гонок. Руководитель команды КАФУ поделился не только спортивным составом команды, но и без сомнения верит в победу своей команды, в состав которой входит Артем Николаев. У нас Николаев Артем уже два года назад участвовал в университете, где завоевывал одно золото, одно серебро и две бронзовый награды. То есть у него уже опыт есть, тем более нынче он вот у нас, так называемый, кубок Европы есть. Он идет в общую защиту там на втором месте. То есть у него по сравнению с другими, опыта побольше. Я думаю, все будет хорошо. Елизавета Етифеева, Универньюз. А у меня на сегодня все. С тобой был Оскар Галимов. Радости и тепла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok